ребят всем привет вы на канале телевизорские будни с александром вот только приехал растопил печь и буквально где-то через час поедем делать герке прививку поедем ветеринару он заодно ее осмотрит и если все хорошо то сделает нам прививочку ну точнее ей хочу чтобы посмотрел потому как мне кажется что у него немножко аппетит слабоватый чем вы должен быть хотя мясо хорошо есть но вот остальное каши делаю там творог вообще какие-то вкусняшки плана так есть но не стоя вот и как не хотел но может это нормально просто посмотрит скажем так она веселая гуляет целыми днями все что-то грезет бегает копает попилка кто в песке но рволь вчера косил траву полностью практически весь участок скосил вот этот лесок который у нас есть тоже всю эту порсть выкосил до конца что-то делаю и хочу еще обработать от клещей заезжал магазин не было уже разобрали возможно сегодня будет заеду туда куплю это же все обработаю на полу или ту и вместе с ней я помогала по-своему голубику грезет немного ругаю за это но не доходит не доходит себе молодее сейчас с утра погуляли отдыхает не поедем я герты герас обуровна я нас обуровна два дня назад обработал покупал капельки к полнохолку против шеи клещей это был один день заметил что ползал вовремя удалил после этого траву покосил всю вот ребят едем делать прививку первый раз гера сидит на переднем сиденье я думал будет волноваться как-то убегает но не тут спокойно молча сидит и едет и тут не совсем комфортно она так скулит периодически еще недолго осталось да герой сейчас немножко уже успокоилась сразу когда ехали хотя нам недалеко ехать мы буквально едем это минут 15 может подташнивает потому что вот слюнки начали выделяться мы когда с минска ехали тоже так же было вот решил заехать домой как раз гера передохнет от ее наверно подташнивать слюни текут да и стас довольный да стас довольны давай скажи гера 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 зови геру гера стас иди подошли гера гера тошнит наверное подошли поташнивает немножко ну да я не трю твою мать ай 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 большая не бойся не бойся не бойся не бойся на гера на а ты там шарик или царик я смотрю в зеркало булки он росла за неделю да ммм а еще большая ну я не кормил сегодня еще померили температуру там все хорошо сказали еще страшно потому что на такой аппетит не совсем зверски нет мерили все хорошо а какой у вас а этот можно попробовать стас следующий раз я привезу ты уже будешь так она будет больше тебя да вроде слежала туда около зеркала маленькая была вот я только что заезжал в магазин и купил герке вот такую вкусняшку это говяжий хвостик сердце по размерам с герку и тут легкие немножко сейчас немного отворю и до этого сырое не давал варил сейчас слегка отворю и будем кормить пытается на стол залезть гера кушать гера хочет кушать вот мясо есть хорошо все остальное ешь сам сейчас покормим сейчас это все нарежу на порции и положу в морозилку потом было удобно доставать не знаю хвост я наверное чуть попозже буду давать там костей больше когда подрастет а уже сердце и легкое то можно будет и сегодня да герка герка ну и в Ждет, не дождет. Продолжение следует. В прошлых видео я рассказывал, что здесь у нас будет располагаться курятник для уток. Одна из уток уже присаживается на гнездо. Она еще не сидит постоянно, но как она притягивает, потом сойдет, походит, опять садится. Но я думаю, через пару дней уже полностью сядет и будет сидеть до самого выхода. Утят они выведут в старом курятнике, после чего я уже подготовлю этот и пересажу их сюда. Здесь у меня будет часть скрытая. Я так планирую, что возможно потом еще как-то утеплю его, и чтобы они жили тут зимой. Часть будет крытая и часть будет свободна для выгула. У меня за основным сараем находится тут еще один сарайчик. Начал его освобождать вот с дальнего угла. Тут много всяких досок, всякого хлама. Вот старый воз лежит. Так он никому не понадобился, то, видимо, я его на улицу поставлю. Возможно вообще разберу. Одну из, получается, нижний уже пол я уже разобрал, применил для вольера. Вот тут у меня еще такая барана деревянная. Объявление я выкладывал, пока еще никому не надо. Ну ладно, это еще более-менее такая вещь пускай постоит. Вот, и все это уберу отсюда. Здесь каких-то тряпок, матрасы. Матрас-то еще, может, вот геря положу. Один положил для утепления, может, второй потом на зиму. Вынесу все эти доски, укреплю немного крышу, так как она провисает. И сюда переселю кроликов. А уже сарай буду освобождать, чтобы летом, ну, либо ближе к осени, там, как будет получаться, залить стяжку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В этом году вроде как смог этот абрикос отчвил до заморозков. Вроде их не было, то, возможно, будут какие-то абрикосчики. Потому как я уже его в прошлом году собирался убирать. Вот оставил только ствол. То, что наросло, в этом году немножко плодоносит. Гера! Герка! Бегает там. Иди сюда, Гер. Вот она немножко гуляет. Прививку сделали. Сейчас главное, чтобы клещи не садились. Ну, сегодня уже видел один. Был, он так ползал. Я ее буквально побегает, потом осматриваю. Вроде все нормально. Один ползал, но он только ползал. Гер. Гера, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Бежит. Иди сюда. Сегодня поеду, куплю для нее кальций Д3 микомет или не комет, как он там правильно называется. Не ешь. Каким необходимо. Растут они быстро. Нехватка кальция, она грыжет. Бывают топ-блоки вот в дом, когда заходит. Всякую вообще гадость. Псыпули у нас уже большие. Я думаю, что через пару дней пересели уже в основной курятник. Будут жить там. А тут у нас малыши бургундской самки. Уже вот глазки пооткрывали. Какие красавцы. Вот. все лежит ребенок спит дочь немного поменял мои планы планировал поработать но не получилось на сегодня мой день подходит завершению кому было интересно следите за видео если кто хочет подписывайтесь на канал всем мира всем добра всем пока